Всех приветствую на своем канале. Я практически уже поправилась, но более-менее. По крайней мере, я могу говорить долгое время и при этом не кашлять и внезапно не чихать. Это будет обзор покупки в Dixie солнечного. И маленькая рекламка местному ремонту обуви, что находится в солнечном. Три старца в том же здании, где находится почта. Почтовое отделение. Короче говоря, если вдруг фоном слышно какие-то вопли, то это моя сказочная неземная соседка. Вообще, вот здесь я, а она через стенку там. Слушает свой телевизор так, чтобы весь дом слышал, что она делает. Я уже не знаю, сколько себя понял такая фигня. Поэтому, наверное, даже по этой причине я сначала хотела какой-нибудь СМР записать. Даже вот это вот, типа шепотом. Потому что говорить еще как-то чувствую, что у меня что-то там еще не до конца. Как моя подруга Маша сказала, что сейчас в стадии выздоровления мне надо есть и спать. Я все это время практически ничего не ела. В основном только компотики пила из всяких там ягод и яблок. Ну и лимон, мед и так далее. В общем, потому что кое-кто там очень громко слушает. И она считает, вот сколько я себя помню. Что-то нормально на весь дом включать телевизор и делать вид, что при этом у тебя дома нету. Особенно до 3 часов ночи включать телевизор. Или в 3 часа ночи включать телевизор. То я не рискую пока писать эти СМР. Ибо звуки, возможно, будут, так сказать, мешаться всякие. В общем, купила я в этот раз вот такое молоко в Дикси. Она тоже из Башкирии. И я решила, что Башкирию произносить куда более легче, чем Башкортостан. Вообще, Башкирия как-то и ближе в этом плане. Ну, мягко, так, Башкирия. К тому же я узнала, что у меня, оказывается, люди еще из Башкирии смотрят. Люди из Башкирии, привет, а что вдруг вы меня увидите. Прикольно. Короче, то молоко было очень вкусное. И такое немножко оно вообще мне напоминало, хотя там молоко было написано коробки, но мне напоминало по вкусу. Я однажды очень давно в Педе, в нашем углическом, пила в столовке, брала специальный стаканчик соевого молока. Мне что-то тогда так интересно было, как это молоко такое соевое. Я даже потом на Азоне стала искать, гуглить, Яндексить, Азонить, продается ли соевое молоко, чтобы купить просто так вот. Ну, что-то так оно мне понравилось. И видно, помимо. В общем, оно напоминает сгущенное молоко, знаете, в таких баночках металлических, вот по типу как в сгущенке, только тупо сгущенное молоко, там 8 или 9% жирности. И оно такое очень густое. Я иногда покупаю, оно вот, ну, разбавить там что-нибудь, там какое-нибудь кофе, концентрированное такое молоко, скажем так. В общем, по вкусу оно вот такое напоминало. К сожалению, того молока уже не было вообще по скидке или не по скидке. Вот это было молоко. Честное коровье. Молоко натуральное, утропостерилизованное, жирность 3,2. Из экологически чистого района Башкирии. И опять же, этого самого местной молочной фермы. Тривомолоко, скорее всего, где-нибудь тут написано. Да, омолоке.ком. Я его тривога сбыла. В общем, по-моему, даже того же самого, у меня та коробочка, по-моему, не сохранилась. Возможно, она вообще лежит в пакете для мусора, сбора мусора на переработку. Но мне что-то туда лезть неохота. В общем, село у нас Чек-Магуш. Вот там, по-моему, такое же село было. Так что я думаю, что это одно и то же, в принципе, молоко должно быть по качеству. Но я взяла только одну, вот эту баночку. Ну и тут вот из... картон из ответственных источников. Насколько мне известно, это так обозначается картон, который делают из бумаги, которую на макулатуру сдают. Молоко только с местных ферм. В общем, вот такое молоко, 100 километров от города Уфа. Ух ты! В общем, вот. По 44, ну, возможно, с копейками сейчас в дикте стоит. Как раз вот продаётся. Обычно оно уставляется где-то там рядом с кассой. Ну, по крайней мере, в солнечном так вот было. Ещё я всё купила молоко другое. Но вообще сначала я это увидела, а потом то. И вот это молоко, ну, конечно, молоко хорошее, то-сё. Рамос, Рыбинск. Но как-то оно мне не очень понравилось. Ну, в смысле, на безрыбье и рак рыба, но не буду я такое больше брать. Молоко высшего сорта 1 литр с 17-го сделано до 24-го января сроком. То бишь, сегодня оно сделано. С ёжиком. Вот тут, оказывается, можно ёжика вырезать. Не знаю, правда, зачем. В общем, вот такое вот молоко. Оно примерно по той же цене, только где-то на рубль дешевле. Ну, 43 с копейками. Потом я купила, правда, тут уже осталось. Я вообще сегодня ела только два раза утром. Ну, как утром? Так как я полдня где-то так в положении лёжа провела в кровати, то где-то, может, часа в 3 я завтракала омлетиком. И потом вот уже ужинала. Тупо у меня просто нечего, ну, ничего не изготовлено. Вот всё такое изготовлено, только творожок или там хлопья купила себе. В общем, я, правда, открывала кверх ногами. Кто умеет читать кверх ногами? Я умею читать кверх ногами. Умею читать, если оно вот боком лежит. Возможно, если вы умеете читать, то прочитайте. Кузя лакомки. Тут такой кукурузный таракан нарисован. Сладкие кукурузные палочки. Без глютена. С соевым маслом. Ну, с соевым. Не с парилом, пусть лучше с соевым, чем с парилом. В общем, что-то они сейчас там идут по 29 с копейками. Грубо говоря, по 30 рублей пакет. Тут 140 грамм. Вообще не знаю, сколько он на самом деле стоит. Я просто что-то увидела там же, где молоко. И решила, думаю, что будет здесь. И еще я себе купила. Иногда я его покупаю. Ну, вообще, сейчас что-то я смотрю где-то раз в полтора, раз в два года. Забываю я про него. Как-то, видимо, редко его хочется. Но оно мне периодически нравится. Точнее, оно мне нравилось, когда я его первый раз попробовала. Вот есть эти такие свити по типу салатового, желто-зеленого грейпфрута. А есть еще вот такие. Помело, помело. Я его называю помело. Подозреваю, что удаление ставится у этого помела куда-нибудь на другое место. Но тут помело написано. Помело. Свежий вес. Сделано в Китае. Упаковано 28 ноября. Ну, что-то там, не знаю, по-моему, оно по скидке шло. 69,90. Грубо говоря, 70 рублей за килограмм. Оно мне что-то тут на килограмм 200 с чем-то вышло. Оно в таком пакетике. Под пакетиком. Еще пакетик уже такой, типа, целлофанового. Я его еще пока не вскрывала, в отличие от молока и палочек кукурузных, которые у меня ушли практически все на ужин. Ну, и еще, как я говорила, реклама. Есть, значит, у нас в солнечном дом 3, с торца. Если стоять лицом к почте солнечного, то по правую руку получается. Там еще магазин какой-то есть. Потом библиотека общего или семейного, типа того чтения. И раньше с левой стороны был Сбербанк, который прикрыли, кажется, год назад. А с правой стороны у нас теперь там, может быть, уже давно, просто я как-то мимо не ходила или ходила, но не замечала. Моя тетя сказала, что там очень хорошо делают ремонт обуви. В общем, там ремонт обуви с торца. И оказалось, мужчинка такой забавный. Он, ну, не знаю когда, когда-то давно работал в магазине, где сейчас магнит. Ну, в принципе, тогда, по-моему, тоже магнит был. Где у нас там ковры какие-то есть. Я даже там какой-то козор покупала. И даже, по-моему, плед своим этим губкой-бобом на голубом фоне. В общем, там тоже был этот ремонт обуви. И там вот какая-то, я так понимаю, семейная мастерская. Они очень хорошо и бюджетно делают обувь. И у меня как раз получилось, что, оказывается, науки, пуговки мои были не для красоты, а застежки. Я как-то не замечала. У меня там одна пуговка слегка. Ну, в общем, там сапог поломался. Вот сапоги я отдала, одни, другие мне прям при мне сделали там. Покупала, кстати, сейчас скажу про эти белорусско-белорусские распродажи обуви. Где, типа, вы можете купить за 2 с лишним, за 2 400, кажется, тогда покупала эти сапоги. Из свиной кожи, на байке все такое зимнее-осеннее. Они, конечно, теплые, все хорошо. Но я так понимаю, что нам везут вот эти, на всю такую распродажу обувь, которую изначально, заведомо, осознанно вшивают хреновые змейки. Ну, что у меня там эта головка, собачка или как там ее на этой змейке ломалась. Хрен знает сколько раз. Ну, и мне ее заменяли в центре, где-то я там ремонт обуви делала. Помню, за 100 рублей через неделю эта головка у меня отвалилась. И вот он при мне сегодня заменил. В общем, очень хороший такой мужик, там работает ОВИК. И я его еще познала. И, в общем, реклама. Если у вас вдруг сломалась обувь, то идите, и вы при этом в Угличе живете, или случайно попали проездом в Угличе, да, едьте на Солнечное 3. По-моему, там до 6 по будням, с 10, что ли, до 6, до 4, что ли, выходные. Ну, я как-то не очень глядела расписание, но просто посмотрела, что когда шла, смотрю еще открыто, я еще успеваю. В общем, вот такое видео. Еще сегодня я запишу пустые баночки января, можно сказать, середины января, потому что у меня внезапно накопился огромный пакет. Я просто думаю, что в конце месяца, если это все обозревать, то оно будет еще длиннее, чем предыдущее видео. Зачем зрителей насиловать? И оно вот будет примерно такое, не слишком, возможно, громкое. Я не знаю, как у меня сейчас голос идет. В полный голос у меня, наверное, не получится. Но вот сейчас для меня это полная мощность голоса моего простуженного. В общем, всем спасибо за просмотр и пакетово.